На прямую линию временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Русских меньше, чем за неделю, поступило более 5000 вопросов. Они касались водоснабжения, транспорта, здравоохранения, образования, роста цен, сбора и утилизации отходов и других тем. Прямая линия проходила в Центре управления регионом, который занимается мониторингом и анализом обращений граждан. Собственно, именно сотрудники ЦУРа аккумулировали и анализировали все вопросы, поступившие на прямую линию. На самые актуальные и острые из них в течение двух часов отвечал глава региона. В студии присутствовали профильные зампреды и министры регионального правительства. Также на связи в режиме видеоконференции были главы городов и районов области. На первом месте оказались вопросы, касающиеся работы системы здравоохранения. На горячей линии губернатора прозвучали абсолютно нормальные, абсолютно адекватные вопросы. И мы абсолютно не скрываем, что система здравоохранения Ульяновской области требует не только совершенствования, но и в чем-то реорганизации. И тогда действительно очень тяжелый, а зачастую героический труд врачей, он будет более рационален и, как следствие, более эффективен. Водоснабжение – одна из самых актуальных тем не только прямой линии на всего сезона. Этому способствует аномальная жара. Профильное министерство прилагает все усилия, чтобы решить эту проблему. Много мы вложили, Алексей Юрьевич назвал эти цифры, более полумиллиарда рублей водоснабжения. Но хронические накопившиеся проблемы, они так вот одноразовый эффект не позволяют получить. Поэтому мы планируем настоятельно лоббировать интересы отрасли и в законодательном собрании по финансированию этих направлений. И, конечно, с поддержкой главы региона мы сделаем для людей то, что они отчаяния их удовлетворим. Жители некоторых сел очень волновал вопрос газификации. Несмотря на то, что на дворе 21-й ВЕ, там люди до сих пор забрасывают в котельные дрова. На вопрос по дальнейшему плану газификации региона тоже ответил Александр Черепан. Планируем, что в ближайшее время это будет план-график до газификации, который мы объявим жителям региона уже в сентябре месяце на 22-й год. И к октябрю-ноябрю месяцу пересмотрим планы новой газификации на 22-й, 25-й, а потом и до 30-го года по 100-процентной газификации региона. Вопросы экологии в топ обращений на прямую линию. Наиболее острые из них касались загрязнения атмосферного воздуха как в Заволжском, так и в Засвиярском районах города Ульяновска. По проблеме Заволжского района на сегодняшний день принято решение о установке дополнительного поста мониторинга на территории торгового центра Лента. К концу августа данный пост мониторинга будет установлен. Мы будем понимать общую картину по данному участку. Также совместно с городом Ульяновском мы проведем расширенный мониторинг по 107 ингредиентам загрязняющих атмосферный воздух. И будем иметь более полную картину о тех предприятиях, которые выбрасывают вещества в атмосферный воздух. По словам исполняющей обязанности министра природы цикличной экономики, с начала года проведено более 55 рейдовых мероприятий на территории гаражных комплексов нового города. Совместно с правоохранительными органами. Более 40 организаций привлечено к административной ответственности. Проведение таких рейдов будет продолжено. Очень много вопросов на прямую линию поступило от жителей Киндяковки Засвияжского района. По поводу невыносимого запаха, который стоит в правобережье все лето. Как объяснила исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики, всему виной очистные сооружения. В рамках реализации национального проекта «Экология» проходит реконструкция очистных сооружений. Зловонный запах исходит от иловых полей, которые под воздействием высоких температур сейчас высыхают. И вот этот неприятный запах распространяется на город Ульяновск. В конце прямой линии глава региона заверил жителей области, что все вопросы будут взяты в работу и не останутся без ответа. У нас, в правительстве, в профильном министерстве даны четкие указания реагировать не отписками, а реальными действиями на те замечания и просьбы наших жителей. Ни одна из ваших вопросов, сообщений, замечаний, критические, они с нашей стороны не останутся без должного внимания и без решения. Не обошлось без личных вопросов, которые касались друзей, семьи и интересов. Они прошли в формате Блиц-опроса. Алексей Юрьевич Русских тоже с удовольствием на них ответил.